И в начале у нас первым блоком, как всегда, наша церковь живая, и в живой церкви всегда множество событий, приятных, хороших событий. Во-первых, мы должны сейчас благословить ребенка. Я, к сожалению, не совсем понимаю, кто это, но ребенок. Семья, которая родила ребенка, не знаю, как зовут, мне бы вообще администратор должен был бы ложить вот сюда вот бумажечку с фамилием, с именами, чтобы я был подкован. Подкован. Пожалуйста, есть кто? Вот идет, да, мы видим. Аплодисменты, друзья. Давайте посильнее поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Слава Богу! Когда в народе Божьем рождаются дети, это значит, что у народа Божьего есть будущее. Да, и дьявол хочет сделать все, чтобы мы перестали рождать. Типа это невыгодно сейчас. Это же тяжело, это много денег, надо много усилий потратить. Послушайте, если мы перестанем рождать, мы перестанем первую заповедь исполнять. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Поэтому мы должны рожать просто как... Просто рожать, и все. Вот у меня трое детей. Я вам хочу сказать, это тяжело. Но я знаю, что через время это окупится. Через время это окупится. Когда они вырастут сегодня, уже они рядом со мной, они уже подросли, уже это окупается. А через время это еще больше окупится. Амэн. Поэтому не бойся рожать. Не надо жить для себя, думать, ой, это тяжело. Это благословение. Дети, это награда от Господа. Амэн. Как зовут вашу награду? Тимофей. Тимофей. Мы очень рады за вас. Давайте помолимся. Можно кого-то? Настя, иди сюда. Поддержи микрофончик. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это чудо. Мы не можем воспринимать это по-другому. Это чудо из Твоей руки. Только Ты можешь дать нам детей. И мы благодарим Тебя за то, что Ты подарил это чудо родителям. И мы сегодня приносим в Твое присутствие это. И мы просим, Господь, чтобы этот ребенок во все дни жизни принадлежал Тебе и Твоему храму. Чтобы он знал Божье присутствие. Чтобы ему служили ангелы с самого рождения. Мы посвящаем его Тебе, этого Тимофея. Пусть он будет благословением для своих родителей и своего поколения. Пусть он всегда живет жизнью, которая будет напоминать о Тебе. Во имя Иисуса мы также благодарим Тебя за родителей. Мы благодарим Тебя за силу родить, которую Ты дал. Силу принять семя. Силу выносить и силу родить. И пусть родители будут хорошим примером для своего сына. Пусть родители живут так, чтобы их ребенок захотел служить их Богу. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя. Дай ему мудрости. Дай ему способности обеспечивать, защищать свою семью. Дай ему способности быть священником. Дай ему мудрости воспитывать своего сына в учении Господнем. Поддерживать руки своему мужу. Чтобы эта семья, она расцветала. Чтобы эта семья, она возвышалась. Пусть Твоя благодать пребудет с ними. Во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь. И давайте мы три раза скажем, благословляем. Это вам, принцесса? Поздравляем вас. Поздравляем. Пусть Бог благословит. Проходите, пожалуйста.